Вот говорят, что женской дружбы не существует, что только мужчины могут дружить по-настоящему. А если мы обратимся к классике, то что получается? Вот смотрите, Онегин застрелил Ленского, а Татьяна с Ольгой даже не поссорились. Ну, вы знаете, вот если говорить о подругах, то у меня по жизни, у меня две подруги, но мы с детства дружим. Одно зовут Карина, другое зовут Лена. И мне кажется, что дружба у нас настоящая на самом деле. Ну, про Карину я уже рассказывала, такая, знаете, такая очень веселая, озорная, такая яркая, восточная женщина с прекрасным чувством юмора. И она мыслит как-то так вот, удивительно мыслит. Ну, представляете, Карина своего кота назвала именем Гагарин. Вот у меня Петрович кот, а у нее Гагарин. И мне стало интересно, почему. Я у нее спрашивала долго, она как-то не хотела говорить, все время уходила от ответа. Говорит, какая тебе разница, Света, ну, Гагарин, Гагарин. Кис-кис зовешь, он бежит. Потом все-таки я добилась, правда, я не пожалела. Она говорит, хорошо, ладно, я тебе скажу, почему он Гагарин. Хорошо, я чувствую, ты не отстанешь от меня. Да, Света, вот так получилось, Гагарин. Ну, а как иначе, его 12 апреля кастрировали. Вы представляете, как у человека мозги работают нестандартно. Да что там кот Гагарин, у нее дочь Офелия. Представляете, какое имя, воспетое Шекспиром. Ну, правда, у Карины Офелия через А. Мне стало интересно, почему я задала ей этот вопрос. Я говорю, ну, а почему через А? Она так на меня посмотрела, говорит, Света, ты что? Ты что, Гамлета не читала, что ли? Ну, на самом деле, Карина, она сама мало что читала в жизни, хотя библиотека у нее замечательная, спасибо родителям. Но было такое время, когда наши родители для нас собирали книги. Вот у нее была великолепная библиотека. Все, что можно было купить, родители купили, все, что можно было достать, они достали. И если у меня на тот момент какая-то была потребность в какой-то такой эксклюзивной литературе, потому что я училась, я первым делом бежала к Карине. Я помню, что мне понадобился кальдрон. Я прибежала к ней, вот такие глаза, я говорю, Карина, выручай, я не знаю, что мне делать, мне нужен кальдрон. Вот понимаешь, если я не найду, все, это смерть для меня, Карина. Кальдрон. Она говорит, посадись спокойно, попей кофе, я сейчас пронесу. Убежала в другую комнату, прибежала ровно через две минуты, говорит, кальдрон не нашла, аналгин пронесла. Ну, про Каринку можно долго говорить, и я это уже делала, на самом деле. Я рассказывала про нее, а вот про Лену нет. А мне хотелось бы, чтобы все-таки и про Лену узнал мир. Но про Ленку трудно. Понимаете, она в отличие от Карины, она такая серая мышь, такая. В общем, природа в плане внешности над ней сильно поиздевалась. Она и росла как-то несуразно. У нее сначала выросли ступни. Ну, представьте, девочке, 10 лет, у нее 41 размер. Ну, правда, плавала она лучше всех. Ну, она шлеп-шлеп, она уже у буйка. Ну, и устойчивая такая была. А потом, потом у нее через год к ступням подтянулись руки. А ноги как-то долго не росли. Вообще, у нее с ногами, у нее беда большая была, у Ленки. У нее всегда была беда с ногами. Ну, ноги, ну, ноги, ну что. Ну, они как-то вот, они из седалища, они обычно растут. У Ленки они вьются. Такое впечатление, что она их накручивает на бигуди. Ну, короче, вы поняли. То есть, Ленки автомобили вслед не сигналят. Только поезда. Мы как-то за грибами пошли. Я помню, девочки, подростки. А она заблудилась, отстала от нас, заблудилась. Сама вышла к шоссе. Потом рассказывает, я долго просила меня подобрать, подвезти. Никто не останавливался. Наоборот, как-то водители ускорялись. И она говорит, я устала, я села на обочину. Ну, и вдруг виск тормозов, остановился автомобиль, какой-то дядечка ее подобрал. Ну, она, конечно, у него спросила, ну, а вы вот меня подобрали, наверное, потому что пожалели. Он говорит, ну, ты знаешь, если честно, я отвлекся. Я отвлекся, а потом голову повернул ты. Думаю, господи, я лося сбил. Ну, вы знаете, когда мы втроем, я, Карина, Ленка, когда мы в песочнице в детстве играли, если там были кошки, они Ленку все время как-то пытались закопать. А вообще она очень хорошая, она очень замечательная. И на фоне Ленки мы с Каринкой, мы росли красотками, уверенными в себе. Мы знали, что если мы вырастим, все, у нас будет вагон женихов. У нас не будет в этом дефицита, не то, что у нее. Она никогда в себе никого не найдет. Ну, кому она нужна? А мы-то красотки. И вот так мы росли с этими мыслями. Мы росли, росли, и мы выросли. И мы с Каринкой оказались в Ленкиной тени. Потому что это ошибка природы. Она каким-то образом смогла. Она такое у себя нарастила. Вот у меня столько рук нет. Она вот, она прямо не ходит. Она ходит горбами кверху. У меня вроде как-то, вроде что-то и наросло немного. А у Каринки, у нее вообще беда. У нее она вроде как рванула, а потом передумала. А у нее хорошее чувство юмора. Она не переживает. Она говорит, а я тебя умоляю, Света. Зато бусики ровненько висят. И теперь, конечно, когда Ленка вот это все свое приносит в мужскую компанию. Мужики, они прям... Они как бандерлоги. Они все там. Мы с Каринкой даже можем раздеться. Они все там. Им уже все равно, на каких ногах вот это счастье пришло. Ну, Ленка, она замечательная. На самом деле, если бы не она, я бы никогда не вышла замуж. Она добрая девочка. У нее много... У нее много мужиков. У нее просто как поезда по расписанию. Она ко мне приехала в гости. А напротив живет интересный мужчина. Она присматривалась к нему два дня. Потом говорит, ну ты что, вроде мужик-то ничего, а? Вроде одинокий, но надо брать. Я говорю, ну как? Ну как? Я его даже не знаю. Ну что я вот так вот... Позвоню в дверь и скажу, мужчина, я извиняюсь, можно я вас на руках до ЗАГСа донесу? Я так истосковалась, я не уроню. Она говорит, ну зачем так грубо? Примани его на котлетку. Научила как на следующий день к его приходу. Я нажарила котлет. Смотрю, он поднимается по лестнице. Я входную дверь распахнула, и все это котлетное туда вот это... А сама котлетку зажала в зубах. Стою, жду. Конечно, он пошел на запах. Конечно, ему захотелось попробовать продукт. Вот он, первый поцелуй. Пока он жевал котлетку, я ногой закрыла дверь. И на три дня. Три дня его поила, кормила, веселила. Через три дня пьяненьким притащила в ЗАГС. Говорю, милый, мы на почте, тебе бандероль распишись. И все, и дело сделано. И все. Ну, благодаря Ленке мы живем дружно. Потому что она меня сразу предупредила. Она говорит, если ты хочешь с мужиком прожить до конца своих дней в счастье и радости, не надо ничего из него выпиливать. Не надо. Они сопротивляются этому. Ну вот, то, что приплыло, то твое. Люби, благодари Бога. Я говорю, ну а если меня что-то раздражает? Она говорит, ну а что тебе раздражает? Я говорю, ну он во время секса не снимает носки принципиально. Меня это раздражает. У нас секс. Он в носках. Она говорит, ну не снимает носки. Ну, может, у него ноги мерзнут. Ну не снимает носки. Ну пусть не снимает. А ты не снимай колготки. Опять же, благодаря Ленке, я всегда на празднике получаю то, о чем я мечтала. Она меня научила. Она говорит, не надо вот это вот намекивать. Они не понимают ничего. Им надо точно сколько вешать в рамах. Что-то для себя наметила, все, возьми его за руку, приведи, к ней пальцем, скажи, вот это хочу. Других вариантов нет. По-другому ничего не получишь. Получишь только его фантазии. И поэтому, когда мой меня спрашивает, например, на 8 марта, что бы ты хотела в подарок? Я ему говорю честно, я говорю, хочу секс на 2 часа. Неистовый. Мезудержный. Как, ты потянешь? Он говорит, а что, у меня есть варианты, что ли? Ну что, буду как-то тянуть. 8 марта все-таки. Буду как-то радовать. Ну и я тебе сразу предупреждаю, я буду все время кричать от ужаса. Я говорю, а с чего ты будешь кричать? Он говорит, ну потому что я уже все, до конца секса еще час 55 минут. Ну я не знаю, может быть, про секса не стоит, но... Ну, слушайте, ну с другой стороны, это часть нашей жизни. Не самая плохая, между прочим. И мы все здесь сидим 18+. И потом Ленка, она мне всегда говорила, подруга, запомни, запомни, секс, деньги и юмор продлевают нашу жизнь. Поэтому, дорогие мужчины, вот я сейчас, я сейчас хочу к вам обратиться. От имени всех женщин, сидящих в этом зале. Вот они не могут ничего сказать, а у меня микрофон. Поэтому я буду говорить громко, я практически буду кричать. Дорогие вы наши. Работы у вас непочатый край. Вы можете не снимать носки. Черт с ними, переживем. Можете орать от ужаса. Но помогите нам. Кто чем сможет.